всем привет я буквально только что встречался с одним из своих подписчиков который также как и я живет в краснодаре и теперь я буду помогать ему привести в рабочее состояние его кассетную деку фирмы sony это двухкассетный аппарат модель tcw 805 вот я таких две штуки уже ремонтировал свое время опыт имеется и сейчас буду значит ее восстанавливать после неудачной замены пасеков вот что-то он там вроде бы собрал не так и теперь она у него работает абсолютно не так как надо в общем постараюсь сделаю все возможное и невозможное для того чтобы помочь человеку так что смотрим следующее видео ну вот собственно и сам аппарат в комплекте к нему хозяин значит передал два таких мешочка с различными пасеками это плоские пасеки это пасеки квадратного сечения всяко разные в том числе и родные здесь должны быть в общем будем разбираться что и как чего он сделал не совсем верно вот для начала наверно произведем включение и посмотрим как он себя ведет так значит что мы сделаем мы давайте сначала снимем с него эти крышечки чтобы нам было видно вообще что где и как а теперь уже будем производить исключение ого как интересно как этот вообще вращается не в ту сторону значит и мы его вообще не будем мучить а этот нам покажет место воспроизведения непонятно что делает прикольно так а перемотка так тут все понятно тут даже кассета не входит тут кассеты не хоть тут голова прижата все ясно надо разбирать вот видео головка выдвинута и ролик прижать здесь что здесь вроде как но все равно все как-то плохо ну вот дорогие друзья я вот отсюда вижу что вот эта шестеренка который у меня на переднем плане она не встала в зацепление с шестеренка которая на моторе и вот там дальше вот это самая распространенная ошибка вот которую мы сейчас попробуем исправить здесь тоже видно что шестеренка не зашла зацепление человек поставил мотор на место но не проконтролировал чтобы зубы сошлись и что-то она уж больно низко стоит сейчас будем посмотреть смотреть что там с ней происходит может на ней трещины поэтому нас ехала ну вот я снял эту верхнюю часть и что я наблюдаю что я наблюдаю что пасек как был одет на эти штукенции так он на них и висит на мотор и его никто не скинул бедолагу естественно о каких прокручиваниях валов может быть речь никаких так а здесь у нас что здесь у нас вот у нас что шестеренка наша ну-ка ну-ка фокусируйся шестеренка у нас с трещиной вот и плюс она еще посажена неправильно она очень высоко сидит естественно ни о каком зацепление этих шестеренок речи не может и быть поэтому надо все будет делать назад а так в принципе ошибся человек немножко ничего страшного все поправимо ну вот этот пасек конечно мне вообще очень не нравится он и широкий он и толстый грубый такой хотя вроде бы тянется так это самое более-менее ничего в общем как-то не есть хорошо так этот пасек не знаю померяем посмотрим что там есть можно сделать либо менять будем либо что-то буду придумывать вот эта бедная шестеренка мало того что она треснутая она еще довольно сильно занят залита супер клеем который в общем то ей никакой прочности не дал но попал между зубцами попал между зубцами ну и в результате сейчас придется все это дело вычищать и ремонтировать пружина в нашем случае к сожалению тоже залито супер клеем и держится тут чуть ли не намертво ладно будем все устранить пока значит магитофон холодненький глюков нет и все режимы работают вроде нормально как прогреется начинается стал разбираться и смотреть что да как вот и обнаружил очень много не пропая очень много не пропая как на материнской платье так и на плате вот лента протяжных механизмов вот здесь например вот где крепится вот питание для мотора перемоток подмоток выполнение всех режимов вот тут есть немножко здесь тоже самое ну видимо хозяин деки когда меня пасеки он слишком рьяно тут все отключал и в общем тут вот все разболталась здесь пич контроль тоже все раздолбана мы здесь платье значит силовой транзистор надо пропаять и многие другие элементы вот например этот разъем тоже вообще практически не держится вот здесь вот все потреска на так что надо будет все пропаять и после этого уже посмотреть как дека себя поведет надеюсь что после вот этой пропайки дека будете навести уже хорошо так ну вот вроде бы одна дека приведена в порядок поставлен другой пасек раз здесь значит шестеренка не все сделано я не стал мучиться с этой залитой шестеренкой клеем взял у себя с донора поставил мотор со всеми этими делами вот пасек подобрал нужного размера поставил сюда сейчас подсоединил и вот по ценю и посмотрим заработает она или нет и итак значит вот дека sony с которой я значит поработал давайте включим посмотрим что у нас происходит как вы видите да дисплей заработал все заработало значит что было сделано поменены пасеки и поменены ролики прижимные потому что те ролики которые здесь стояли они в общем то уже свое отслужили они уже ну все уже короче говоря еще немножко и они начнут заминать ленту и портить кассеты те пасеки маленькие квадратные которые здесь значит стояли они подрастянулись я поменял их на китайский но с китайскими пасеками там тоже сложности потому что китайские пасеки они в общем-то сделаны не всегда качественно потом нарезаны из какой-то резины получается что одна грань шире чем другая грань он получается не квадратного сечения прямоугольного сечения соответственно если сравнить его с оригинальным пасеком он получается более тонкий но я выбрал два пасека которые действительно хоть и потоньше но квадратного сечения и поставил их сюда плоские китайские пасеки я сюда ставить не стал потому что они очень плохого качества хуже чем вот эти пасеки я таких пасеков даже и не давал ни разу у меня есть всякие разные пасеки поэтому я поставил пасеки из своих запасов ну и что хочу сказать все глюки которые происходили вот в этих в работе этих двух кассетников они были связаны только исключительно с лопнувшими шестеренками на значит на механизме которые на втором моторе и крепится здесь шестеренки показываю значит дкб включаем воспроизведение пошло воспроизведение здесь счетчик считает все хорошо так вот пошло воспроизведение стоп перемотка вперед если нажать еще раз на эту же кнопочку будет двойная ускоренная перемотка двойная перемотка назад сбросил остановился молодец выбираем дка а так воспроизведение стоп кассету не надо выплевывать переводка вперед так двойная перемотка уже тут не работает под конец кассеты стоп давайте реверс реверс отлично стоп я придерживаю потому что наклонено и выпадает немножко кассета так и перемотка назад ускорено то есть режимы все работают все отлично так что если какие-то бывают глюки в механике соответственно сбросил да видите то соответственно все глюки происходят чаще всего из-за треснувших шестеренок потому что пласт масса не выдерживает от времени и трескается а пасеки плывут так что слава богу что не пришлось возиться с электронной частью данного аппарата вот это очень хорошо я ограничился только тем что пропаял места такие проблемные надеюсь что магнитофон будет работать не не один год много лет и будет радовать своего хозяина на этом заканчиваю сейчас соберу все и как бы покажу уже в собранном виде окно вот собственно говоря дека собрана дека работы сейчас у меня проводится пробная запись с кассеты на кассету ну что вроде все сделано плюс ко всему очищенные контакты естественно здесь и здесь вот в общем то собственно говоря и все вот аппарат в рабочем состоянии лента закончилась в этой кассете аппарат в рабочем состоянии все работают сейчас мы проверим как она тут все записалось не записалось на вот все записалось отлично так что на этом свое видео заканчиваю по говорится приданию кассетной деке sony tc ве 805 с работоспособности и если кому понравилось это видео соответственно ставьте лайки пишите в комментарии вот и до новых встреч на моем канале пока всем счастливо